Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур. Сегодня мы начинаем проходить Dark Souls Prepaid to Die Edition, потому что это, как оказалось, интересно очень многим. И когда я сделал первый взгляд на, собственно, ПК-версию этой игры, очень много было запросов на то, чтобы я по-новой прошел, собственно, Dark Souls, ввиду того, что тут много нового. И, кроме того, в старое по-новой посмотреть будет тоже достаточно интересно, потому что, как вы знаете, за время прохождения Dark Souls, Demon's Souls я скиллата уже набрал. Поэтому я не думаю, что это прохождение затянется надолго, я думаю, мы достаточно быстро все это пробежим, потому что, ну, видели, когда я делал первый взгляд, я за 40 минут добежал до Dead Parish. В первый раз я, по-моему, туда шел часа 4 где-то. Посмотрим, короче говоря. Мне это самому очень интересно, я очень соскучился по этой игре, даже не думал, что настолько можно соскучиться почему-либо. Несмотря на то, что мы ее проходили 3 или 4 месяца назад, кажется, что уже прошла целая вечность. Давайте начинать. В этот раз у нас персонаж будет, я думаю, медленным-медленным тяжелым воином для разнообразия, потому что быстрым подвижным мы уже прошли. И именно, играя медленным тяжелым воином, мы можем испытать новые сложности, потому что вся моя тактика была построена именно на воротах, на использовании как-то перекатов и тому подобного. Так, введите имя. Ну, так. Окей. Русский шрифт поддерживается. Хорошо. Оп-коп, как и обычно. Подожди, а куда П пропало? Я не понял. Хорошо. Вас устраивает? Я не понял, куда первое П пропало? Это прохождение будет записано в Full HD, потому что система позволяет, и, собственно, в Full HD, как вы знаете, все выглядит более четко. Это, по-моему, хорошо. Так, мужчина. Класс. Будем играть за рыцаря. Будем качать силу. Ну, придется, конечно, покачать и выносливость, потому что многие виды оружия, многие тяжелые луки требуют и ловкости, нехилые. Но, в основном, упор будет на силу, на здоровье, на выносливость. И я, честно говоря, не представляю, как некоторых боссов, такому неподвижному персонажу, побеждать. Ну, там где-то будем разбираться. Например, с Арштейном и Смогом, как драться тяжелым персонажем, не имея при себе лука, я, честно говоря, пока не знаю. Но, в принципе, я думаю, разберемся. Возьмем отмычку, чтобы открывать любую дверь. Или не будем брать? То есть, если мы возьмем, то мы сможем попадать на локацию, куда нам по уровню пока не положено. В принципе, знаете, да, наверное, давайте обойдемся без этого, возьмем бинокль и будем время от времени посматривать. Или святую воду. Давайте бинокль. Или медальон, как я в прошлый раз брал. Воспоминания согревают странников. Воспоминания о том, как мы проходили этот мир. Пусть нас погреет маленько. И в этот раз мы пройдем на другую концовку. Персонаж будет очень крупным в этот раз. Это будет какой-то другой поп-коп. Так, лицо. Нужно побрутальнее лицо выбрать. Ну, вот этого мы выбирать не будем, конечно. О, какой. Да, в принципе, пусть будет стандартным. Его, конечно, можно настраивать, но зачем? В принципе, я думаю, даже не знаю, какое тебе лицо сделать. Вот такое вот. Я у мамы дурачок. Ну, цвет стандартно белый. Не знаю, какой-то у нас неправильный поп-коп в этот раз получается. Но я думаю, это ничего страшного. Потому что поп-коп это уже в последнее время собирательный образ. Воин по таким именям приходит, когда он нужен. Сколько воспоминаний. Я деталей, кстати, вообще не помню. Что там на что менять нужно? Как там из какого-то оружия что-то делать? Надо будет в этот раз почаще гайдами пользоваться. Это... это твоё великое. Тяжёлый, тяжёлый воин. Опустошённый. Таинственный незнакомец помог нам. Кто же он? Что же происходит? Ну, вы всё-всё-всё прекрасно знаете. Сейчас мы быстро выберемся из этого северного прибежища нежити. Ой, это просто мечта играть в Dark Souls на русском языке. Просто мечта. Ох, какой тяжёлый. Так, ну тут обучение. Мы его читать не будем. Игра, как видите, прекрасно оптимизирована. Несмотря на то, что многие говорят, что это не так. Ну, посмотрите, она в Full HD идёт при... То есть при записи, когда серьёзные ресурсы отжираются именно на саму запись. На захват видео. Прекрасно, нормально работает. Очень у многих нарекания к управлению, что, мол, это ПК игра, и она должна быть заточена под клавиатурой мыши. А нифига. Геймпад от Xbox 360, во-первых, прямо пишется, что рекомендуется обязательно практически в том же Steam в магазине. Во-вторых, это уже индустриальный стандарт. Клавиатуры и мыши, они всё-таки немножко для других целей. Если их, скажем, ещё можно как-то оправдать в FPS-шутерах, потому что там целится гораздо удобнее с ним. То в такие игры на клавиатуре мыши играть, это, по-моему, достаточно глупо. Хотя не мне вас учить. Подождите. Так. Если что-то пока не даёт, я не помню уже. Так. Ну и начинается в колхозе утро, да? Не будем с ним драться. Убегай. Всё, Даня. Мы с тобой скоро увидимся, дружок. Но сейчас нам нужно двигаться дальше. Здоровый всё-таки такой. Офигеть. Так, у нас нет оружия. Сейчас мы возьмём щит, по-моему. Башенный щит. Отлично. То, что нам нужно. Так. Что тут по описанию-то можно как-то там? Металлический щит среднего размера украшен изображением. Башня символа защиты. Хорошо. Так. А у него удары полностью гасят? Нет? Я не помню. Да. Физический урон по полной. Гасит. То есть можно вообще им прикрываться и ничего не бояться. Если выносливости хватит, конечно же. Насколько необычно играть на геймпаде от Xbox 360 в эту игру? Мне, по крайней мере, очень непривычно. Потому что я обе игры прошёл, как вы знаете, на DualShock. Так. В принципе, зачем-то мне... Ой, братёни, как я по вам соскучился. Вы все такие худенькие, маленькие. Не попал. Вернее. Безрезультатно. До свидания. Сейчас, я думаю, мы достаточно быстро прокачаемся. Учитывая, что знаем, чё-то как, чё-куда. Отскок. Это мы знаем. Перекатывается он, конечно, как куль. Я даже не успею вернуть сейчас от этого шара. Если только так. Ой, какой тяжёлый. Совершенно неприучен таким персонажем. Говорят. Да ты мне помог. Боже мой. Я закончил, я боюсь. Я умеру скоро. А потом потеряю мою слабость. Я желаю спросить о тебе. Ты и я, мы both не мертвы. Слушайте меня, пожалуйста. Да не вопрос. Продолжение следует. Спасибо тебе. Ещё раз спасибо тебе. Да, это убежище нежити. Люди здесь погибают. И после этого становятся опустошёнными. Как, собственно, и я. Но со мной произошло что-то другое. Что ж, не погибаешь-то? Понятно. Насколько я помнил, он умирает. Но сейчас что-то этого не происходит. Всё, погиб. И теперь, по-моему, мы с него можем что-то взять, да? Или нет? Блин, я совершенно забыл эту игру. Ну ладно, давайте выдвигаться. Это ты на меня катил. До свидания. Вот таким воинам, кстати говоря, вполне возможно, что будут проблемы сейчас с этим первым боссом. Потому что там всё на уворотах. Хотя... Как знать. До свидания. Подружку позови. Давай, иди сюда. Давай. До свидания. Подвиньтесь, пожалуйста. Да, ну я думаю, этим персонажам бить в прыжке особо смысла не имеет. Хорошо отпарировал. Ты смотри, а как выносливо здесь же, да? Э, вот не надо этого, пожалуйста. Ладно. Так, поспешим. Что-то мы а то отставим от графика. В предыдущей серии мы уже выбрались в обычные земли. Здрасте. Как ваше? Так, уходим. Он разозлился. Отнюдь. Понятно. С уворотами будут проблемы у нас, я так понимаю. Ну да. Нужно привыкать к этому медленному-медленному персонажу. О-о-о-о. Слушай, а это может быть интересно. Так, ну ладно. Хорошо. Метчик короткий. Ой-ой-ой. Не, все-таки напряженный босс. Так, атакуем. Держи, родной. Ой, выносливость кончилась. А, не кончилась. Просто, блин, как тяжело у него все это делается. Настрадаемся мы еще похожи. О-о-о. Ты посмотри прям по мне. Так, ладно, собрались. Собрались, называется. О-о-о. Валим, валим, валим. Да, ребят. Что-то все пошло не по плану, да? Надо посмотреть. Вообще у ворота не работает. Тихо. Спокойно. Лечимся. Последний эстус. Давай, давай, давай. Раз, два, три. Четвертый. Ну. Смотри, какой сложный босс. Ну ладно. Победили, тем не менее. Как вы понимаете, против него у нас шансов заблокировать-то не было. Насколько вы слышите, снизу топчется еще один. Ой, подразучился я уже играть. Ну и тем более непривычно, конечно, таким персонажем. Так, тот не появился, а опустошенный. А, тот опустошенный появится уже когда вернемся сюда во второй раз. Если вернемся. Поэтому вернемся. Тут же стрейт-демон. Все дела. Ух. Ладно, хорошо. Это было достаточно сложно. И к этому персонажу надо по полной переучиваться. У него вообще, то есть, все совершенно по-другому действует. Мне нужен двуручник какой-нибудь. По-любому. Так, что у нас тут? Ты, ты. Дай мне один. Дай мне софт. Знаете, я сейчас ничего не могу дать. Тем более смысла в этом нет особого. Успейцы. Все, уходим отсюда. Потом вернемся и по-нуменяем уже всяких осколков. Винкл, Титанайта там и тому подобного. Я думаю, это будет интересно этим персонажам. Я уже прочувствовал всю боль. Зато против всяких типа Ниту, скажем, Дрейвлорда, мне кажется, будет полегче. Или против Гидры. Прилетаем в Лордран. И сейчас-то начинается наше путешествие. В этот раз помедленнее двигать, чем во время первого взгляда. Но там я бегал уже хорошо известным персонажем. То есть, очень подвижным, очень быстрым. И там, как вы видели, все совершенно по-другому получалось. А здесь придется пострадать. Красивые, блестящие доспехи. Именно вот это в этой игре очень хорошо передано. Блестящий металл. У нас новое достижение. Круто. Добрый день. Добрый день. Добрый день. соскучился по вашему дебиловатому смеху, ребятушки. Хьюменти. Шо? Применяем одну человечность, лезем к котру, обратить опустошение. Блин, насколько круто это все на русском, да? И в принципе еще бы одну и разжечь костер, чтобы у нас побольше эстусов было. Давайте. Для всего для этого нужна как раз таки человечность. Без нее без тайного обряда? Не помню. Так, со здоровьем все в порядке, надо силу маленькой. Вот так вот примерно на 14 хотя бы. Шо? Без какого-то тайного обряда? Возможно, это попозже что-то надо будет сделать. Ладно, не важно. И человечность нужно убрать из быстрого слота, чтобы ее случайно не использовать. И то не нужно короче убрать просто. Так, ну и двинули. Я надеюсь, ты прыгать-то хотя бы умеешь нормально? Ну, вроде умеет. Где-то здесь у нас что-то спрятано, по-моему. Но, честно говоря, я совершенно не помню. Просто, по-моему, должно что-то тут быть. Ну да. Огненная бомба. В принципе, достаточно бесполезная вещь. Но так как у нас нет никакого ранжированного оружия, пока пригодится. Вот, хорошо. Быстрый слот сама встала. Ох, погнали. Как старый, добрый, да? Просто красота. Как нюдь. Да, давай уже, ну. Надо еще силенок. Что-то пока что вообще никак. Не ахти. Давай, иди сюда. Ай! Хватит сжечься. Какой не поворот, блядь, офигеть. Ладно, сейчас сначала сверху убьем, а потом туда сходим. Там, в принципе, бесполезная вещь, но почему бы и нет. Давай, где-то там. Иди сюда, дорогой. Ты что творишь-то, урод? Так, ладно, хорошо. Саня! Ой, блин. Как мне этого не хватало. Сейчас я могу и упасть с отвычки-то. Но вроде не упал. Здесь у нас, по-моему, лежит кольцо, с помощью которого можно, если умираешь, да, жертвенное кольцо, кольцо тратится, но при этом все твои души остаются при тебе. Достаточно полезно. Прыгать тут тоже, это определенное искусство научиться. Не очень просто. И здесь вообще много вот таких фишечек, то есть можно отскочить и потом резко нанести удар. Ну, как это делается? Вот так вот. Только он все это, конечно, очень медленно делает. С мечом у нас вообще нету ударов именно по вертикали. Все по горизонтали. И вот в таких вот коридорчиках может быть проблемно. Но мы справимся. давай, скотина. Лучше пропавшего. Вечно. Блин, ну когда знаешь, куда идти, это... Да отвяжись ты от меня, уже прицепилась. Когда знаешь, куда идти, это настолько все просто. А что за тайный ритуал? Я не помню. Чтобы разжигать костры. А, это же потом, да. Это потом будет все. Сыдание. Иди сюда. Иди сюда, родной. Шо? А с вас падает всякая ерунда, да? Короткий меч, в принципе, неплохо, кстати говоря. Давай. Еще один. Оказалось, что живой. А ведь а что? Короткий меч. Да куда мне столько коротких мечей-то? Тут, по-моему, ничего нет. Да, тут нет ничего. Тут мы подняться не можем. Но можно перепрыгнуть. Тут, в принципе, по-моему, что-то хорошее даже есть. Еще короткий меч? Огненная бомба. Это даже получше. Так, хапаем. Большая душа. Сейчас быстро покачаемся. Так, ребята. Спокойно. Давайте это обсудим. Небольшая засада, но, в принципе, это все не опасно. И сейчас тут еще народ попрет. Самое главное, это всегда держать противника на дистанции. То есть, если даешь ему ударить, чтобы это все уходило в воздух. В этой игре это залог победы. Вот так вот он замахивается. Вот так вот он замахивается. Ну и да, физика здесь решает. То есть, нужно смотреть, где ты дерешься. Постоянно будешь отцепляться за что-то оружием. А оружие, между тем, кстати говоря, ломается. И постарайтесь его не разбивать, а стены, потому что иначе потом замучаетесь чинить. Неплохо нам так стучат сегодня с этим персонажем. Я чувствую, придется достаточно продолжительное время переучиваться, потому что у меня рефлексы уже все подбыстрого. Ну да ладно. Самое главное, что основу мы знаем и понимаем, как эта игра работает. Кто там? Ты откуда вообще? А? Откуда он взялся-то? Может он оттуда за нами поднялся? Да нет, вроде не должен. Ладно, пойдем. Сейчас прилетит Алдуин. И попросит добавки. Первый раз ему, видимо, не хватило, что мы в хвост стрелили. Я, кстати говоря, Дрэксворд даже брать не буду. Он мне не нужен. Он, конечно, неплох на начальных этапах, но смысла-то нет. Здоровенная бабайка. Че топчетесь-то? Так, сейчас самая главная проблема это два копейщика, которые вон там находятся. Ладно, этот размен меня устраивает. Давайте. Вот он сделал удар, а теперь... Ну, как обычно, коряво все прошло, да? Да что ж ты какой, а? Что ж у тебя все не слава богу? Добрый день. Живой? Офигеть. Да, сила определенно нам пригодится. Сейчас, я думаю, прокачать уровень, может быть. Или сразу туда пойдем к этим. А потом вернемся уже. Так, тут его у нас... Ничего. Это у нас деревянный щит, который хуже моего башенного, да? Да, защита у него похуже, но он против магии, против молнии, но смысл это нам от всего этого? Нам сейчас копьями будут лупить. И, в принципе, с таким неповоротным персонажем это может быть опасно. Держи, дорогой. Да? Ну да. Как раз про это я и говорил. Тут неизвест торговец, но его, я не знаю, прикоснуться... А, кровавое пятно, я же забыл совершенно. Поначалу, когда не понимаешь, что тут делать... Он что, с двумя мечами бегал, что ли? Вот дурашка. Когда не понимаешь, что тут делать, эти два противника с копьями могут доставить проблем. Ну, сейчас уже как-то вообще никак. Да, вылазь. Ну? Готов. Тут, по-моему, еще один в засаде, нет? А, не пониже-то. Броню я покупать не буду, меня эта броня устраивает. Как она называется-то, кстати говоря? Шлем рыцаря. Потом нужно будет ее сменить, конечно. Ну, конечно. Так, порошок для починки. Это нам не нужно, это не нужно, это не нужно. Это тоже не нужно. Это пригодится штука? Все, да? Жилище требует тысячу. Вот это по-любому нужно купить. Ну, попозже. Сейчас мы возьмем вот это, потому что там может хорошие вещи выпустить одна. А так, в принципе, больше нам тут ничего не нужно, как чужина она. Хуже моей. Можно его убить и таким образом забрать у Чагатану, который у него, но она по большей части на декс билд, то есть на подвижных персонажей, а мне она не сильно нужна. Еще у него есть копье. С копьем именно в узких коридорах очень легко драться, поэтому, если вам нужно, то советую. На начальных этапах очень хорошее оружие. Но я бы посоветовал дождаться Зенс Фортрес. Ты живой еще, что ли? И там взять Лайтнинг Спир. Лучше до него дождаться. Блин, как я разучился-то? Все. В принципе, все тут зачищено и можно уже спокойно идти дальше. Я думаю, в этой серии мы успеем убить какого-то минотавра. А козлоногого демона, кстати говоря, я думаю, этим персонажем будет достаточно печально убивать. Можно попасть вон туда. Это достаточно сложно даже умелому игроку. Но у нас получилось. Тут, по-моему, ничего полезного. Души, по-моему, только. Арбалет. Ну, оно того определенно стоило. Конечно, надо болты к нему достать. Но сейчас пока переживем. Просто главное, что у нас есть ранжированное оружие и, в принципе, это многое уже упростит. Луком я пользоваться не буду, наверное. Хотя посмотрим. Думаю, лучше под арбалет, потому что он так будет соответствовать нашему бруталу, да, по-такому тяжеленному воину-варвару. Так, сейчас зажигаем тот костерчик и, в принципе, нужно двигаться дальше, пока смысла нет задерживаться. Мне бы, конечно, двуручное какое-нибудь оружие. А костер потом выжигать мы сможем достаточно сильно. Позже или нет? Ну да, нормально все, короче. Я что-то парюсь маленьким, подзабыл. Ой. Забыл, что эти воскрешаются. Да? Движись уже. Что-то идешь там снизу, нет? Надо поэкономить, как-нибудь, конечно, потому что желательно бы оставить жизни. Ну, я думаю, ладно, нормально. Ну, давай. Парировать что-то вообще не получается. Как тяжело-то вспоминать все. Блин, с таким персонажем я не думаю, что у нас что-то пойдет не так. Хотя у нас уже достаточно мало аптечек для этого здорового босса. Не знаю, посмотрим. Возможно, мы его даже не с первого раза убьем. Ну. Силенок прокачать для него. И как думаете, нам того снизу рыцаря стоит убивать, нет? Хотя мы его не сможем сейчас пока убивать. Смысл-то? Дальше разберемся. Вообще, надо поосторожнее как-то. Я что-то больно уж на пролом иду. Давайте, ребята. Идите ко мне. Тихонько. Теперь успех полу-уэйти. С помощью того ключа, который мы взяли за эту тысячу, мы можем открыть вот эту дверь. И здесь может быть как голд пайн резин, то есть она накладывает эффект на оружие. Так и скажем тоже дрейкс ворд. Почему бы и нет? Ну, просто золотая смола. Ладно. Дрейкс вордом, конечно, не свезло. А у меня упадал этот дрейкс ворд здесь, еще когда я в самый-самый первый раз играл, еще даже не для записи. Для этого, видимо, нужно высокий показатель удачи, или что? Не знаю, честно говоря. Ну. ой, 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 как опасно-то. Так, дружок, пожалуй, я подлечусь маленько. Это мы вообще неудачно тут с ним, да, столкнулись? Может, плохо кончится. Шо? До свидания. Пишите письма, мелким почерком желательно. Там внизу у нас рыцарь, и там внизу у нас колечко. За колечком, пожалуй, сходим, только аккуратно. Но если он нас сейчас заметит, то убьет. Вообще, по-моему, без шансов. Тихонько не шумим. Подожди, или нет тут ничего? Не избежать смерти. Да, только зря рисковал. Колечко около него там. Можно, по идее, его закрутить, взять колечко и убежать. Но я не помню, хороший ли там колечко. По-моему, хороший, кстати говоря. Не знаю, потом зайдем сюда. Мы все равно сюда будем возвращаться вот к этой двери, которая здесь, за этой лестницей. Ну, давай. Ой-ой, только не падай. Это было опасно. Так, 8 эстусов, полная жизнь, и это, в принципе, неплохо. Вот эта дверь открывается после того, как мы... Что мы делаем-то? Я не помню. Колечко берем, вернее, ну, короче, ключ, и там внизу хевл с очень тяжелым оружием, с очень тяжелой броней. И я вот хочу качнуть персонажа, как раз-таки, чтобы безо всяких усилений я ее спокойно таскал. Подожди, ты не тут, что ли, ящерка? Или здесь она? Ай-яй-яй, стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Какой же я неподвижный, Ушла, похоже. Да, режь, режь! Ох, блин, чуть не ушла. Мерсающий Титанит, это нам в будущем понадобится для прокачки оружия. Тут с помощью них как раз у кузнецов все это и делается. Так, ну и что, раунд первый. Что-то мне кажется, что с первого раза мы не сдружим, потому что персонаж неповоротлив, а тут все на скорость. Видите, меня даже это задевает. Ну да ладно. Блин, надо было спуститься сначала, а потом уже... Хотя ладно. Быстрый спуск по лестнице, если кто не знает, это два раза кнопку Би нажать. Так, ну что, давай. Тактика, в принципе, элементарная. Босс сам по себе достаточно сложный, но если знать вот эту тактику... То есть, уворачиваться от его ударов мне не вариант. Я пока же не приучился к этому персонажу настолько, чтобы это все у меня хорошо получалось. О! Ну, это было не очень хорошо. Ладно, не получилось. Задевает. Не задел. Ладно, спокойно, не нервничай, дружок. Демон-телец. Видите, сколько отнимает. А сейчас я в тупичке и могу попасть. Ой-ой-ой-ой. Давай. Хорошо. Пока же все по плану идет. Главное, чтобы ручки не потели, да? Блин, надо просто заткнуться и начать стараться. Хорошо. Валим. Давай, дружок. Плохо. Ой, еще чуть не упал. Ладно, ладно. А вот сейчас заденет. Не задел. Хорошо. Успею подлечиться, пока он не запрыгнет. Лечись, лечись, дорогой. Валим. Плохо. Хе-хе-хе. Все, спрыгнул. Ладно, главное, подлечились, да? Короче говоря, вы поняли, почему не стоит тут задерживаться. Да наводись-то, ну. Что-то я сегодня как-то как-то сам не свой. нормально. Нормально. Спокойно, спокойно, дружок, не нервничай. Все у нас с тобой получится. Ну, в этот раз у нас все прекрасно. вот, и все. Тактика, как видите, очень простая. Битва с ним. Я бы даже сказал, элементарная. Главное, не нервничать. Потому что, когда в первый раз на тебя такая дура несется, весом там пару тонн, просто паниковать начинаешь. Сейчас я уже понимаю, что да как, поэтому... Оф, ну, опасный пареньок. Хорошо. Справились. Сейчас нам нужно добраться до ближайшего костра и потратить все наши души, которых мы собрали достаточно много. И еще вот таких вот причем, которые можно использовать. То есть, сюда мы тоже попадаем потом, а там у нас стоит салар. Очень полезный союзник. С ним нужно поговорить несколько раз. А, алло. Ты не видишь холло, далеко от меня. Я Соляр Авастора, адхерент от Лорда Солнечки. Сейчас, что я не мертв, я пришел в эту величину в городе, в родственнице Лорда Гуина, чтобы искать моего самого сына. Ты find that strange? Вы не должны. Не нужно скрыть твою реакцию. Я вижу этот вид все время. Да ладно. Теперь под койм можно подумать, что это все, но это не так. Ага. Я не боялся. Я имею в виду если у вас есть момент. Да, конечно. Я не знаю, что я вижу, наши фейсы появляются вибриды, в земле с холлами. Это реально было бы мере chance. Так что, что ты говоришь? Почему не помогать друг другу на этой лошадной дороге? Окей. Это не очень отлично. Ну, тогда, возьмите это. Так что, мы находимся странными в стране, в стране. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Успел... Хорошо... Вот этот дракон, в принципе, не опасен, потому что... Особо-то не дерется... Его, кстати говоря, можно убить... Но смысла в этом особого нет... Из его хвоста можно взять, собственно, Дрейксворд... Но сейчас мы заворачиваем направо... То есть по тому самому пути, который вы видели в первом взгляде... Идем до... Бонфайра... Тратим наши души... И на этом на сегодня, наверное, закончим... А в следующей серии пойдем уже... Собственно, его подразним, маленько залезем туда... Подеремся с кабаном... И, скорее всего, убьем горгулей... Так, зажгли... Теперь... Используем вот эти души... Их хранить нет особого смысла... Дает по 200... Но это сам начальный... На первых парах это... Прекрасная возможность прокачаться... Так, еще какие-нибудь есть? Так, ну хорошо... Вроде все... Новый уровень... Чуть-чуть... Нет, надо силу... Одну ловкость... Сила где-то вот так вот... Я думаю, на 19 будет для начала просто круто... И на большее пока, к сожалению, не хватает... 14 уровень уже между тем... Надеюсь, вам понравилось... Увидимся в следующей серии... Как видите, продвигаемся мы достаточно быстро... Хотя персонаж сам по себе неповоротливый... И поэтому очень непривычный... Но, тем не менее, я думаю, у нас все получится... Я не знаю, правда, как мы будем убивать, скажем... Голддемона... Или какого-то... Копродемон называется... Потому что там на подвижность все... Но, в принципе, тактику против него я тоже помню... Поэтому, думаю, все у нас будет хорошо... Не думаю, что это прохождение затянется надолго... Потому что... Собственно, знаем, как видите... Все что да как делать... Увидимся в следующей серии... С вами был Артур... Всего хорошего... Пока-пока-пока... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok